Всем привет! Сегодня мы расскажем вам о пяти местах, которые обязательно стоит посетить, если вы приехали на отдых в Сочи. Сочи называет не только сам город, но и весь район, включающий соседние поселки, начиная почти от Туапсе и до Абхазии. Большой Сочи растянулся на 146 километров вдоль побережья. Поэтому, когда говорят, что та или иная беспримечательность находится в Сочи, тут нужно уточнять, где именно. В моем же видео пойдет речь по большей части о тех местах, которые расположены либо в самом городе Сочи, либо недалеко от него. Сочи самый крупный курортный город на побережье, поэтому посмотреть тут действительно есть на что. Да и сходить куда-то не проблема, культурная жизнь тоже присутствует. Не зря в этот город некоторые переезжают на ПМЖ, да и я сам периодически тоже об этом думаю. Так вот мы поднимаемся в одно из кофейных заведений. Ну что, поехали? Едем. Небольшой экстрим начался. Хорошо, застряли все концы. Ну и начнем свой список, наверное. После пляжей самое ближайшее, что можно посетить, это одна из главных примечательностей города, это Дендрарик. Начало парка было заложено еще в 1889 году, когда издатель Петербургской газеты Удыков купил участок земли в Сочи на склоне высой горы. Позднее там же была построена его билла Надежда. Названо в честь жены и заложен парк с большим количеством экзотических растений. Сочинская дендрария разделена на двоекурортным проспектом, по которым по переходу можно пройти из одной части в другую. Также у входа в Дендрарий с проспекта начинается канатная дорога на самую высокую точку парка. Собственно, отсюда я и решил свой путь сделать. Пока ты поднимаешься наверх, открываются обалденные виды на город. Есть один минус. Единственное, это то, что вход в парк стоит так 250 рублей, а канатная дорога 200 рублей. А вход и канатная дорога в совокупности получается 450 рублей. Парк расположен на горе, и если гулять от канатной дороги, то будете постоянно спускаться вниз. В этом есть огромный плюс. Также еще есть смотровая площадка. Можно подняться выше, чем то место, куда приезжает сам вагончик канатки. Туда тоже стоит не полениться и подняться выше. А потом уже спуститься в верхний парк и уже оттуда отправиться по парку и увидеть много всего интересного. Я, наверное, строю, а только сейчас выскажу. И вот, в общем-то, приехали, наконец-то, в Дендрарий. Будем потихонечку спускаться. Посмотрим достопримечательно. Будем спускаться по лесенке. Поднялись практически на самую вершину парка. Очень высоко. Спускаться проще гораздо. Ну, в принципе, кому как. Настроение в норме. На кассе еще дается карта парка, по которой также вы сами будете ориентироваться. Указатели в парке тоже есть. Но пока идешь к указателю, то вечно думаешь, туда ли ты идешь или нет. Постояние огромное. Можно сказать так. Гендрарий. К сожалению, невозможно передать все запахи. А так находишься, ощущение, как будто где-то в лесу. Где-то мы под таким деревом находимся. Каштаны, каштаны. Нас окружают сверху. Фонтан-сказка. Надо попробовать дойти до туда. Больер с попугаями, страусы где-то здесь тоже бегают. Но пока еще не встречался ни один. По дороге растут пальмы, короче, куча растений. Там все очень даже красиво. Парк разбит на зону растений. И между густой растительностью разнообразных растений есть еще как бы зоны отдыха. Японский садик, там японский дворик. Также фонтан-сказка, у которого лавочки, где можно посидеть в тюрьме. Дача основателя парка очень красивая. Парк сам по себе огромный. Так что идти туда гулять нужно на день. Или хотя бы выделить больше половины дня. Я бы, допустим, мне 6 часов где-то не хватило. Дача основателя парка очень красивая. С красивыми статами и лестницей к фонтану. Также есть грот, подвесной мостик. Клетка со страусами, попугаями. Весь парк все равно за недень вряд ли обойдете, потому что тогда нужно будет идти в одну сторону, потом возвращаться в центр парка и идти потом уже в другую сторону. Я посещал раз за три. И, честно сказать, мне кажется, не все там увидел. Бамбук. Вот, мы сюда подходим. Идти, идти, идти можно. И хрен знает куда придет. Тут и пальмы одновременно растут. В общем-то, Африка тоже есть в России. Похоже на какую-то капусту морскую. Интересные прудики с лебедями. Также и другие какие-то андатры, что-то похожее на андатры нам попадались. Фонтанчики. И даже бювет с водой какой-то. Вроде говоря, целебный. Но набрать абсолютно ее можно бесплатно. Но то ли в воде очень много серы, то ли что-то другое. Но пахнет она очень-очень-очень неприятно. Да, короче говоря, и попробовав на вкус, оно мне тоже не понравилось. Поэтому ее я точно не рекомендую. Пить ее просто невозможно. Вход в Нижний парк по тем же самым билетам, что и верхний. Так что не теряйте билеты, пока не осмотрите все парки. И второе, что можно посетить ближайшее у центрального Сочи, это гора Ахун. На мой взгляд. На машине, что мы, собственно говоря, и сделали. Взяли такси. По хорошо асфальтированному горному серпантину поднялись буквально где-то за полчаса. Длина серпантина 11 километров. А проложен, говорят, этот серпантин был, как сказал нам водитель, заключен у Мегуага. Второй вариант. Можно подняться на вершину горы под Труистической тропе. По дороге можно полюбоваться каскадом водопадов в Агурском ущелье и Орлиными горами, на вершине которых установлен памятник Прометею. Это, конечно, вариант более живописный. По пути вам открывается просто потрясающая красота природы. Конечно, такой вариант более трудоемкий и требует физической выносливости. Но конечным пунктом практически всех маршрутов является смотровая башня на горе Ахун. Она была сооружена специально для туристов. Несколько раз здесь пытались даже соорудить канатную дорогу, но этому проекту так и не суждено было воплотиться. Доброе утро, доброе утро. Мы приехали на гору Ахун. Идем смотреть саму горочку. Но лучше сюда, еще раз повторюсь, приезжать либо рано утром, когда не меньше народу, и вы не будете друг другу мешать, там, снимать, делать прекрасные снимки, либо поздно вечером и увидеть обалденные закаты. При Сталине Краснодарский край был регионом ускоренной застройки. Иосиф Васирионович достаточно часто посещал Сочин и гору Ахун в том числе. Его так поразили окрывающиеся взору пейзажа, что он распроедился обустроить здесь смотровую площадку. В 1935 году на вершину была организована дорога, а спустя год появилась обзорная башня. Башня на горе Ахуны в Сочи сделана из снеговой породы. И походу на небольшую крепость из Средневековья стоимость посещения объекта где-то обойдется вам 100 рублей. Детям бесплатно. Смотровая башня по внешнему виду очень напоминает старинный рыцарский замок. Каменная лестница огибает башню квадратный спиралик, поднимаясь по которой можно увидеть экспозицию диких животных, обитающих в этих местах. Вот такой вот обзор. Ну, вот кстати, вот там мы на парашютах летали. И оттуда вполне можно было застучить, только темные немножко под этот пейзаж. Леха экстремал. Затем, поднимаясь выше, обходим комнаты. Почему-то они всегда закрыты. Давай. Вижу набережную. Вижу пляж. Я тут не пойму, где это конкретно. И сверху на Олимпийский парк. Но это очень далеко. С обзорной площадки на крыше башни открывается незабываемый вид на побережье Черного моря, окружающие горы, Адлет и Сочи. Также видны Олимпийские объекты. Высота башни небольшая, всего 30 метров. Но над поверхностью моря она возвышает практически на 700 метров. Лучше рассмотреть пейзажей можно с помощью смотрового бинокля. Он тоже здесь присутствует. И который здесь можно арендовать на несколько минут всего там за 50 рублей. Но лучше, еще раз повторюсь, приезжать сюда либо рано утром, либо где-то ближе к вечеру. Там офигенные получатся закады. Великолепные пейзажи, открывающиеся с вершины, оставляют душе незабываемые впечатления. Притягательная и общая атмосфера такая. Хмельное местное вино, но и вкусы бесподобной кухни. Все же находятся рядышком ресторанчик, куда мы спустились и отведали. Придают ощущение уюты и спокойствия. Гора Хун имеет положительный вызов почти от всех, кто ее посетил. А здесь немного жутковато, особенно вечером, в районе ресторана. Поговаривают о призраке в этих местах и звуках напоминающих пение, доносящиеся из подвальных помещений старого здания. Связывают это с трагедией, происшедшей много лет назад. Свадимый кортеж, въехавший на вершину горы, попал в аварию. И невеста погибла. С тех пор она ждет там своего жениха. Хотите, верьте, а не хотите, проверьте. Ну и перейдем к третьему месту, которое стоит обязательно посетить. Это Роза Хутор. Олимпийская деревня. Это считается такой европейский шик на отечественном курорте. Роза Хутор представляет собой курортный комплекс, функционирующий круглый год. Летом здесь есть подъемники, различные велопешеходные маршруты и всевозможные детские развлечения. Добраться до Розы Хутора совсем несложно. Основных вариантов целых четыре штуки, но любой вариант имеет свои недостатки. Перечислю их все по порядку. Вот мы лично хотели отправиться на «Ласточки» от Мацеста. Но этот вариант самый оптимальный. «Ласточка» везет прямо до СЖД станции Роза Хутор. Оттуда на бесплатном автобусе можно за пять минут добраться уже до самого курорта. Расписание этих автобусов приурочено к расписанию «Ласточки». В чем плюсы? В любой «Ласточке» есть кондиционер, биотуалет, довольно удобное сидение. Быстро довольно-таки. Просто прямо никаких крутых поворотов, ничего нет. Красивый вид из окна, естественно, вас сопровождает. Недостатки. Бывает это в чем? Многолюдно, дорого. Надо все рассчитывать по времени. «Ласточки» ходят довольно редко. Поэтому с этим видом транспорта у нас не получилось, мы опоздали. «Вот мы и приехали в Мацесту!» «Мацеста!» «Мне кажется, ушла только что. Прикинь, мы опоздали на несколько минут. Вот это будет обидно, бля. Придется мне тогда такси брать. А такси, мне кажется, тут не идет. Другой вариант – это автобус. «Теперь поднимаемся по мосту к автобусу. Вот такой красивый мост здесь. К автобусу нам надо подойти. И вот мы поехали на автобусе. Автобус, в принципе, отправляется вот так вот он отправляется с РЖД вокзала Сочи до Розых Утро. Ходят они довольно часто, и расписание можно узнать на официальном сайте курорта. Достоинство недорого, относительно быстро, удобно по времени». Остановка «Горный воздух». «Горный воздух». «Белком». «Джипель, джипель». «Бывайся». «Этот джипель по-русски». «Зашибарю». «Да, они обратно поедут. Мы стараемся планы». Недостатки. Много крутых поворотов. По дороге может также укачивать. Особенно это касается людей, у кого слабый вестибулярный аппарат. Неудобно для тех, кто отдыхает не в Сочи. Ну и к достоинству можно также отнести. Прекрасные пейзажи открываются, пока вот вы едете. Расстояние, поскольку не близкое, где-то километров, наверное, около 80. Поэтому мы ехали где-то полтора часа, и это немножко выматывает. И еще проезд примерно обходится 250 рублей с человека. Ну а третий вариант – это личное авто. Если вы приехали на отдых на своей машине, можете доехать до Розахутера и, в принципе, на ней. Конечно, в этом есть достоинство. Очень комфортно, удобно. Можно не подстраиваться под расписание. Но единственный минус, наверное, это то, что платная автостоянка. Ну и четвертый вариант – это экскурсия. В принципе, многие турфирмы предлагают поехать на Розахутер на комфортабельном автобусе. Я уже как-то раз брал экскурсию еще перед Олимпиадой. Вот. И зачастую такие поездки самые выгодные по цене всех вариантов. Но за тяжелизну надо платить. Достоинство дешево и интересно. В Олимпиаде у нас побывает 12 тысяч журналистов. На церемонию… Внимание, мы увидим перед собой Олимпийскую деревню. Будущие объекты, которые будут проезжать разные обитающие. Теперь подождите, никому не разрешаю выходить. Смотрите, направо. Видите справа? Что вы видите справа? Голубого света сооружение. Увидели? Да. Да, это Ледовый дворец Айсвит. Это, как правило, дают не больше трех часов. И завозят только в свои кафе, там обеды. Много лишних посещений, которые, собственно, вам это нафиг не надо. Долго по времени все так же сложные дороги. И вот мы и приехали на Роза Хутор. В общем-то, конечно же, здесь все сделано очень потрясающе. Можно сказать, как некоторые называют, это российский куршавель. Но что касается цен, вот на те же, допустим, подъемники, назвать их бюджетными, у меня, конечно, язык вообще не поворачивается. Самый популярный билет, это называется «Путь вершинам». Вот. Он включает один подъем, один спуск на каждом из работающих подъемников. Цена билета на одного взрослого человека 1590 рублей. Детский 931 рубль. Ну, смотря как, ну, мне кажется, это как-то не очень. Так вот мы поднимаемся в одно из кофейных заведений. Что будем брать-то? Пиваса? И, пожалуйста, Алексей, ваше ощущение первое, вот вы находитесь здесь, за границей, как? Как будто граница, это хорошая граница. Так, 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 а где мы находимся вообще? Мы находимся где-то во Франции, я так и не понял, где. Крушавель, наверное, какой-нибудь. Крушавель, наверное, по-люблазу, меня привезли пьяным сюда, я так и не понял. А, вас на соболете отправили, может быть, вместо кого-то, да, кого-то? Да, в банке я попарился, в банке я попарился и меня куда-то посадили. Хоть пионали, спасибо. Конечно, помимо однодневного посещения на Роза Хутор можно остановиться здесь на пару-тройку дней, а то и даже на неделю. По крайней мере, я бы с удовольствием остался. Выбрав любой, понравишься отель. В низкий сезон на отеле бывают очень классные скидки. Их тоже нужно отлавливать. А так, ребята, в остальное время сцены здесь, конечно же, кусаются. Что касается, где тут покушать можно. Здесь можно перекусить без проблем, как говорится, и полноценно поесть, или просто перекусить. Самая большая концентрация точек общепита находится в самом нижнем уровне Роза Долина. Пиво. К вашим услугам. Но его нет. Такие здесь удобные диванчики. Наиболее шикарнейшее место, можно сказать. Вид на горы. В горной Олимпийской деревне тоже можно найти кафе, столовую, офицерию, рестораны, закусочные, бары, кофейни и много-многое другое. Цены соответствуют курорту, то есть высокие. В некоторых местах очень и очень высокие. Туда даже мы как-то зашли, помню, там бокал какого-то самого дешманского пива стоило 300 с чем-то рублей. Показательно, что самым дешевым местом здесь считается Макдональдс. Мы, кстати, в него тоже заходили, но, как правило, именно в этом Макдональдсе очередина была огромнейшая. И мы там потратили где-то около часа, простояв в этой очереди. Ну и стоимость ассортимента здесь значительно выше, чем в обычных тоже Макдональдсах, где-нибудь по России. Добрый день, с вами опять я. Вот, в общем-то, мы приехали на Роза Худр. Уникальное в своем роде здание, архитектурное строение. Вот, вроде, как я знаю, это Роза Худр. Вот, в общем-то, сделали поселок очень приличным. Такое ощущение, что находишься где-то на границе. А на самом деле, хер с горы. Это наша Раша. Сочи. Так что, вот, считайте, поскольку тут может обойтись, вам полноценный обед, а тем более уж, если брать всю семью. Ну, что касается еды, можно, конечно, и на этом и сэкономить. Если вы не хотите тратить, как говорится, баснословные деньги на пропитание, можете спокойно принести с собой еду и напитки, тех же бутербродов наделать, допустим. Повсеместно здесь имеются лавочки, также можно отойти куда-нибудь подальше, где-нибудь подальше от людных мест, от людных дорожек. Можно устроить такой настоящий высокогорный педнячок такой получится. Я думаю, это просто уникально, незабываемо останется в вашей памяти на всю жизнь. Что касается своих ощущений на подъемнике от Олимпия, Роза-Долина, горно-олимпийской деревни, туда мы так и не успели подняться, поскольку там работает подъемник, по-моему, до 6 вечера. А мы уже приехали и там еще где-то посидели туда-сюда и, в общем-то, временем очень много потеряли и не успели туда подняться. Гуляем по розыку утром, но, к сожалению, мы не успели на канатных дорогах, подъем только с завтрашнего утра. Поздно, но до этого я брал экскурсию и побывал на Газпромском олимпийском объекте под названием Лаура, что-то в ходе экскурсии. Вот там виды, конечно, тоже обалденные, такие вот ощущения получил, прям шикарные. Ну, а так, пока вы поднимаетесь на подъемнике, это как бы плавно все происходит, да, позволяя неспешно, а также можете любоваться видами. В общем-то, очень хорошо набирает высоту, где-то даже захватывает дух местами, да, ну, и есть места, где даже закладывает уши. Подъемники даже закрыты, это большое испытание для тех, кто боится высоты, поэтому сразу прикидывайте, сможете ли вы добраться до конца, поскольку будет очень грустно, если вы купите билет и становитесь на полпути. Ну, и, конечно, мы же приехали, вот, допустим, по летнему одеты в шортиках, футболке, да, и забыли теплые вещи с собой взять, хотя здесь они просто необходимы. Хотя бы кофту легкую, какую-то ветровку там на улице, потому что может быть жара, вот где мы были, да, в Сочи, там, тридцатка, допустим. А здесь на высоте 2320 метров может лежать снег и дуть холодный ветер. И вряд ли кому-то захочется потом заболеть, воспалительным проблемам. При конкурсении горы в будущее, где был протоколит Олимпиада 2014. Вот. Высота примерно где-то 2000 в чем-то километров. Ну, и также солнцезащитные средства не помешают с высокой защитой. Даже если у вас есть за гору, то в горах обгореть проще простого. Ну, еще, конечно, воды побольше взять с собой. Перекусить это уже по желанию, если у вас нету лишних денег. На розе хуторе все дорого, поэтому лучше, конечно, запастись все заранее. Вот. Про Красную Поляну и розу хутор, конечно же, написано много. И вот еще про этот объект горного кластера почему-то пишут мало. Честно сказать, я как-то даже до экскурсии не знал про него. Возможно, в ходе лепейских трансляций и звучало это название, но моя перегруженная память ее не зафиксирует. Тем не менее, есть такой объект и пользуется определенной популярностью у любителей лыжного спорта. Возможно, и мы, и зрители, мы находимся возле одной горного лыжной трассы. Люки пока находятся в саде развития. Ну и подытожным. Роза хутор, впечатляющий своим размахом курорт с восхитительно красивой природой вокруг, полюбоваться всем этим великолепием и прокатиться на подъемниках, даже побывать на высоте 2320 метров, где практически весь год лежит снег. Определенно стоит хотя бы раз, несмотря на то, что это недешево. В общем-то, рекомендую. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вставляйте комментарии. А вы хотели бы там побыть хотя бы недельку? Или, может, если бы хотел бы провести там весь отпуск? Будет очень интересно услышать ваш ребенок. Приготовились. На старт. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok